Здравствуйте, друзья! Благодарю вас за ваше внимание, за ваши комментарии теплые. Очень приятно читать такие комментарии. Благодарю за лайки за ваши и за подписки. И то, что вы пишете, откуда вы меня смотрите, очень интересно. Пишите дальше. Кто не написал еще, пишите, пожалуйста. Ну а сегодня опять зимняя тема. Помните, салфеточки эти очень бурный всплеск произвели на моих зрителей. Очень приятно. И вот эту заготовку на косметичку, помните? Снеговик, машина, елки. Машина везет елку новогоднюю. И я подумала, а не шить ли мне наволочку? И на ней сделать подобную аппликацию. И вот я уже беру лист, карандаш, рисую от руки быстро-быстро машину. Вот такая она у меня получилась. Видите, как быстро колеса, окошки сейчас нарисую. Все это надо будет перевести мне на ткань. Вот и елка уже здесь. Определяю, как мне ее положить. Или вперед, верхушкой или назад. Вот ткани у меня. И решила сделать вот из такого атласа, который я продублировала флизелином. Вырезала машину, колеса, окошки, елку. И определяемся, в какую сторону машина едет. Выкроила также я сугроб белый. Не стала я на всю наволочку. Вот просто фрагмент этот сделать. Как она стоит на снегу. И начала раскладывать клеевую паутинку под детали, под все, чтобы зафиксировать их. Чтобы облегчить себе работу при пришивании. Пришивать я буду зигзагом плотным. Все детали эти. Я разложила под все детали клеевую паутинку. А теперь накрываем тканью и утюгом проглаживаем, чтобы все зафиксировать. И вот в итоге я уже пришила все зигзагом. Сугроб я еще волной прошлась. Колеса и окна я прошила прямой строчкой обычной. Это трикотаж, он не распускается. Посмотрите, я даже свет от фар нарисовала. Нитками вышила. Вот так колеса, двери, окна. Ручки даже сделала на дверях. Все это прошила. Ёлку со стволом. Вот так получилось. Такой аппликацией можно украсить что угодно. Начиная от косметички, шопера, сумки какой-то, наволочки. Панно можно сделать новогоднее такое, нарядное, яркое. Пятно такое будет у вас в комнате. Друзья, пишите в комментариях, что бы вы с такой аппликацией сделали, сшили. А у меня получилась вот такая прекрасная наволочка. Симпатичная. Мне очень нравится результат. Очень необычная. Новогодняя. Поднимает настроение. И вот такой замечательный комплект у меня получился. Две наволочки в одной и той же технике. Посмотрите, и тема объединена, и цвета объединены. И очень красивый комплект получился. Такие подушки с наволочками можно положить на диван, в главную комнату. А можно и в спальне пользоваться. На них можно прекрасно спать. На обратной стороне желательно, конечно. Основная ткань здесь сатин. Вдохновляйтесь моей идеей. Творите и вытворяйте. Напишите, кто вдохновился и сшил что-то себе подобное. Если вам видео понравилось и идея, поставьте пальчик вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь, кто не подписался. Впереди много интересного. А также делитесь этой идеей со своими друзьями и близкими в соцсетях. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья. Всего самого доброго. До встречи.